Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканал РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Пиковые нагрузки. Скорая помощь фиксирует рост числа вызовов с наступлением высокого сезона. Не теряйте бдительность. Чрезмерное пребывание на солнце может негативно отразиться на здоровье вашего малыша. Советы педиатра. Фестивальная гавань. В сентябре Анапа встретит 25-й киношок. Начнем с актуального и очень важного вопроса. С правил безопасного поведения на воде. Сегодня в течение дня на всех пляжах Анапы действовал запрет на купание в связи с усилением северо-восточного ветра и волнением моря до 3 баллов. Игнорировать такие сообщения значит подвергать неоправданному риску своей здоровью и жизни. Подробнее начальник Анапского управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Включились все технические средства контроля и мониторинговые группы, которые зафиксировали утром. Грозное явление такое в простонародье называется Тегум. Правильное его название это донное течение, которое представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью людей. В этой связи были предприняты все меры для того, чтобы оповестить население и не допустить нештатных ситуаций с гибелью людей. Что с собой представляет донное течение? Это скорость течения от 1,5 до 2,5 метров в секунду. И даже хорошему пловцу вырулить на мелководье практически невозможно. В этой связи были задействованы три уровня оповещения. Это автоматизированная система управления, которая доводила информацию до всех спасательных постов и матросов. Это трансляционная сеть, или мы его называем городское радио, которое работает по центральным улицам города, по всем приморским населенным пунктам. И на данный момент, ввиду неординарности ситуации, мы задействовали систему экстренного оповещения населения. Что делать ребенку в городе, когда родители на работе? Можно сидеть за компьютером, можно слоняться без дела по жарким улицам. А можно вместе со школьными друзьями найти себе десяток развлечений в той же школе, где ты учишься и где лагерь дневного пребывания наполнен любовью и заботой о своих воспитанниках. В седьмой городской школе уже третья смена в лагере дневного пребывания. Сейчас в ней 120 человек в возрасте от 7 до 14 лет. А во вторую смену было 150 детей, которые в родной школе проводят свои летние каникулы в удовольствие. Тут они завтракают и занимаются в любимых кружках. Их такое количество, что выбрать можно по интересам. Хочешь – пой, хочешь – рисуй. На море сегодня не ездили, потому что штормовое предупреждение. Зато были в Ореховой роще. Да и в школьном дворе есть чем заняться. Кто-то на спортивной площадке, кто-то с удовольствием выполняет мужскую серьезную работу по благоустройству территории. А в тенистой платановой рощице невероятная для знойных летних дней прохлада. И чем бы ни занималась здесь детвора под присмотром педагогов, невольно радуешься за то, что, во-первых, они вспомнили старые добрые игры и оторвались от планшетов. А самое главное – здесь царит атмосфера дружбы и доброжелательности. В столовой, между тем, идет подготовка к обеду. И здесь четверо парней из летнего трудового отряда накрывают столы. Мальчишек сюда определили родители, чтобы детвора оценила, что такое труд. Здесь друзья мои, я с ними очень активно провожу время. И чтобы не сидеть дома и потерять свое время, я хотел бы активно заниматься социальным, социальным. Вы сюда пришли работать с удовольствием? Да. Вот что ты хочешь этим доказать кому? Расскажи. Потому что я самостоятельно могу работать. Заведующая производством Анна Геннадьевна Астахова работой ребят довольна. Она 22 года в школьной столовой и хорошо знает, чем вкусно и сытно два раза в день накормить детвору. Кстати, на 191 рубль. Но для родителей пребывание детворы в лагере бесплатное. У нас двухразовое питание, 14-дневное цикличное днём, утвержденное в Роспотребном обзоре. Дети питаются, завтрак получают и обед. Поставщики у нас все местные. Такие как Афанасьев, Анапский хлебокомбинат, Оуфас, ну и другие поставщики. Ежедневно у нас дети получают кисломолочную продукцию, фрукты, различные фрукты. Яблоки, персики, абрикосы, овощи. Очень много овощей. Детки питаются с огромным удовольствием. Приходят всегда с хорошим настроением. Директор лагеря дневного пребывания, учитель начальных классов Анна Васильевна Пинчук. К ней родители в очередь стоят, чтобы отдать своих малышей в первый класс. И это незримая забота и теплота о детворе заметно невооруженным глазом. Мама и бабушки не случайно задолго до начала смены устраивают сюда свою детвору. Тут как дома, только интереснее и увлекательнее. А еще безопасно и полезно. Июль – разгар отпусков, веселья и развлечений. В этом году он оказался для курорта не только самым посещаемым, но и жарким. В особой зоне риска оказались дети. Самым распространенным недугом среди юных отдыхающих оказался перегрев на солнце. В простонародье – солнечный удар. Как избежать последствий перегрева и кому стоит быть особенно внимательным, принимая солнечные ванны, рассказала врач-педиатр Центра медицинской профилактики Маргарита Авдеянс. Температура организма напрямую зависит от температуры окружающей среды. Это следует понимать и не следует кутать детей в теплой одежде летом в том числе. К группам риска относятся беременные женщины. У них все физиологические, казалось бы, процессы протекают более остро и более сложно. Также к группам риска относятся пожилые люди, у которых замедлен обмен веществ и терморегуляция с окружающей средой. И к группам риска относятся контингент с различными хроническими заболеваниями. В частности, это сердечно-сосудистые заболевания, это дополнительный риск на сердечно-сосудистую систему, аномальная жара. И лица с сахарным диабетом. Первыми спутниками перегрева являются определенные симптомы. Очень часто заботливые родители принимают элементарный перегрев на солнце за кишечную инфекцию и самостоятельно проводят неправильную терапию, которая только усугубляет самочувствие пострадавшего. Для немедиков это очень важно. Например, перегревание головы, так называемый солнечный удар. Первые симптомы это будут нарушение остроты зрения. Человек может путать цвета, все цвета в зелено-красных оттенках. Это может быть головная боль, цифалгия, это может быть тошнота вплоть до рвоты, мелькание мушек перед глазами, общая слабость вплоть до потери сознания. Это первые симптомы перегревания. Затем идет уже полностью перегрев организма. Могут быть такие симптомы вплоть до комы, различных судорог, идет обезвоживание. Тепловой удар может случиться не только на солнце. Закрытые жаркие помещения также могут вызвать перегрев. В этом случае всегда требуется консультация и наблюдение врача. До момента врачебного осмотра можно оказать первую помощь самостоятельно. Первое это, конечно, устранить воздействие тепла. То есть по возможности взрослого либо ребенка перенести в тень, либо в прохладное помещение. Это в первую очередь. Потом освободить грудную клетку и вообще по возможности человека от одежды. В том числе и от теплой, расстегнуть ворот рубашки, снять верхнюю одежду, если она есть. Необходимо придать пострадавшему горизонтальное положение, то есть облегчить состояние. И начать выпаивать. Обязательно это глюкозосолевые растворы, потому что, естественно, вододефицитное состояние в силу жары. Глюкозосолевые растворы, это если есть элементарно подручные средства, это вода, слабосоленая вода. Если есть аптека рядом, это для взрослых регидрон и плюс кипяченая вода очищенная. Для детей это регидрон. Разбавить максимально кипяченой водой и выпаивать. Также физические методы охлаждения. То есть берем элементарно пеленку, простынь, смачиваем холодной водой и на область локализации крупных сосудов. И в целом обматываем тело смоченной пеленкой. Это первая помощь, естественно, быстро вызвать необходимо скорую медицинскую помощь. В жаркое южное лето медики настоятельно рекомендуют родителям с детьми принимать солнечные ванны до 10 утра и после 18 часов вечера, чтобы избежать неприятных последствий перегрева. И в продолжение темы. В минувшие выходные скорая помощь побила рекорд по выездам за сутки. Статистика совсем не радостная. Нагрузка медиков пропорциональна росту числа отдыхающих. Врачи рекомендуют быть внимательны к жалобам своих детей. Не позволять восторгу и впечатлениям затмевать здравый смысл. За горячими буднями скорой понаблюдал наш корреспондент. Экипаж скорой едет на вызов в самый центр города. По словам водителя, добираться до места в курортный сезон не так просто. Иногда участникам движения при всем желании просто негде разминуться. В этот раз доехали за считанные минуты. Если госпитализация не требуется, обязательное сообщение в диспетчерскую. В нескольких кварталах может оказаться тот, кому срочно требуется помощь. В минувшие выходные медики побили своеобразный рекорд. 500 выездов за сутки. Три раза больше, чем в межсезонье. Устают? Не, нормально. Норму вырабатываю. Это диспетчерская. Здесь принимают до 1000 звонков в сутки. Часто отдыхающие хотят проконсультироваться, где можно получить ту или иную медицинскую помощь. А врача-педиатра не вызывали? Как говорят медики, примерно две трети случаев связаны с детьми. Причем бывает, что вызов поступает уже перед самым отъездом. Не доводить до того состояния, когда температура уже становится 39-40 и вызывать скорую помощь, а при малейших признаках обратиться к педиатру. Сейчас поликлиники работают в полную силу. Детская поликлиника городская работает до 7 часов. Педиатр принимает. Прием ведется в субботу, воскресенье. Поэтому всегда они имеют возможность получить квалифицированную педиатрическую помощь. В этот раз обошлось без госпитализации, да и тревога оказалась ложной, но не сам вызов. Бывают люди, которые себе диагноз не могут поставить. Им кажется, что это что-то смертельное, не вдохнуть не могут, а на самом деле оказывается что-то банальное. В целом на станции скорой помощи отмечают, что экипажи в этот сезон делают процентов на 10-15 больше выездов, чем прошлым летом. Все примерно пропорционально росту числа отдыхающих. Его опускаем, здесь должно быть тело, и нажимаем, да? Мы можем часами, сколько надо. Этот аппарат для закрытого массажа сердца, как говорят на скорой, серьезно увеличивает условную боеспособность экипажа. В Анапе, да и во всем Краснодарском крае, он пока единственный. Как говорят медики, чаще всего до серьезных проблем доводит беспечность. Люди приезжают, чтобы отвлечься от повседневных проблем, однако в итоге притупляются родительский инстинкт и инстинкт самосохранения. Поэтому главный рецепт на все дни – помнить, что солнце и вода, как любое лекарство, полезны, но без передозировок. В этом году Анапа встретит юбилейный кинофестиваль «Киношок». Конкурс фильмов стран СНГ и Прибалтики пройдет уже в 25-й раз – с 3 по 10 сентября. За 25 лет сложились определенные традиции фестиваля. В этом году ожидаем музыкальные и творческие вечера с актерами, ежегодные Гастагаевские встречи, большой праздник в парке «Станица Гастагаевская». Состоятся две торжественные церемонии – в день открытия и после подведения итогов конкурса. Какие еще сюрпризы подготовили организаторы международного кинофестиваля к юбилейной встрече в этом году, узнаем совсем скоро, в сентябре. Кубань гостеприимная. С каждым годом в наш регион приезжает на постоянное место жительства все больше россиян. В последнее время все чаще жители северных регионов решаются на переезд в Краснодарский край. Подтверждение тому многочисленные новостройки, где квадратные метры долго не задерживаются и находят своих хозяев моментально. Показательные и цифры статистики. С января по апрель текущего года к нам начинать жизнь с чистого листа приехали около 63 тысяч человек. Из них жители других российских регионов – более 55 тысяч, плюс иностранцев – около 7,5 тысяч. И это всего лишь за несколько месяцев. Эксперты уверены, при таких темпах к концу года цифра станет в разы больше и побьет предыдущий рекорд 2015-го, когда в край прибыли 208 тысяч человек. И еще одно число для сравнения. Шесть лет назад регион принял всего 80 тысяч приезжих. Завтра на Утрише пройдет экологическая акция «Сохраним природу вместе». Активисты Управления по делам молодежи, волонтеры серебряного возраста и все жители, неравнодушные к родному курорту, проведут уборку острова с маяком в селе Большой Утриш, прилегающих лесных участков и сельских улиц. Присоединиться к акции приглашаются все желающие. Сбор завтра, 21 июля, в 11 часов зашла к Баумам в сторону Дельфинарии. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.